Чуджиро Хаяши был военным врачом. Он сделал очень большой вклад в рейки, впоследствии даже стал вторым грандмастером рейки Микао Суэ, передал ему все знания, все-все-все, что он знал, и Чуджиро Хаяши стал его преемником в этой традиции. И он сделал несколько очень важных вещей для практики рейки. Первое — это он систематизировал те знания и энергии, которые получил Микао Суэ от Вселенной, в четкую, понятную структуру, систему, состоящую из трех ступеней. То есть человек не сразу получает весь тот объем, который получил Микао Суэ. Такой объем может получить далеко не каждый человек, только очень сильный и развитый. Чуджиро Хаяши сделал так, чтобы система была четкой, понятной структурой. Первую ступень, чтобы мог получить любой человек абсолютно, с любым начальным уровнем. Даже ребенок может получить первую ступень. Он сделал ее достаточно простой, понятной, легкой. Он отделил вторую ступень, чтобы человек после прошествия какого-то времени мог получить вторую ступень, чтобы его организм мог адаптироваться под новые энергии, почиститься. Когда получаешь инициацию, очистятся тонкие тела, физическое тело также. То есть это такая мягкая происходит очистка от негативных эмоций, от токсинов даже. Очищаются чакры, восстанавливается гармоничная работа тела. И только после этого человек получает вторую ступень рейки. Ну и, конечно, мастерскую он отделил для того, чтобы эти знания, эту информацию получал только тот человек, который уже хочет быть мастером и передавать инициации другим людям и знания о рейке. Чуджира Хаяша и Микао Суи работали вместе много лет. И Микао Суи впоследствии даже удалось доказать безвредность и благотворное влияние рейки на людей, собрав весь свой многолетний опыт и исследование этой практики, ее влияние на людей. Он предоставил свое наблюдение и истории болезни, истории выздоровления своих пациентов за 7 лет, за период 7-летний, и предоставил это в правительство. После чего получил полное одобрение со стороны правительства Японии. 1 сентября 1923 года после полудня сильнейшее землетрясение разрушило Токио и Йокогаму 7,9 баллов по шкале Рихтера. И это землетрясение унесло жизни более 174 тысяч человек. Очень много людей были искалечены, лишены своего жилья из-за того, что землетрясение, помимо всего прочего, вызвало еще очень много пожаров. И многие деревянные дома просто горели по всей этой территории. И тогда Микао Усуи вместе со своими учениками, в том числе Чуджиро Хаяши, бросились помогать этим людям, которые остались без крова над головой. И тогда за этот период Рейки еще больше зарекомендовала себя. У них стало еще больше, конечно же, учеников, последователей, клиентов. И Микао Усуи вместе с Чуджиро Хаяши открывали клиники Рейки в Японии, школы Рейки. В 1925 году, в феврале, в городе Накана была построена новая клиника взамен старой, потому что старая уже не вмещала тот поток людей, тот поток клиентов, которые приходили в клинику для лечения. К тому времени уже существовало более 40 школ Рейки. И однажды в клинику Рейки как пациентка обращается Хавая Токата. Эта женщина тоже внесла огромный вклад в практику Рейки. Я сейчас расскажу, почему она пришла как пациентка. Она родилась на Гавайях, она была японского происхождения. Она родилась в бедной семье, и ее мама очень любила Гавайи, назвала ее так даже Хавая. Семья очень скромно жила, они работали на полях целыми днями. И вот однажды Хавая взмолилась Богу, как бы мне хотелось, чтобы моим ручкам нашлось более благостное, более гармоничное применение. Потому что вот этот тяжкий тяжелый труд был для нее очень сильно сложный, потому что она была и сама по себе очень хрупкой, нежной, и еще у нее было довольно слабое здоровье. Помимо всего прочего, у нее в довольно молодом возрасте умирает муж. У них остается двое детей. И вот однажды Хавая Токата тоже узнает, что у нее онкология, и обращается к врачам на Гавайях. И те сказали, что они могут ей сделать операцию, но 50 на 50. Поможет ей операция, не поможет. То есть они не давали никаких гарантий. Но при этом она слышала, когда муж был жив, он говорил ей, что существует какая-то клиника в Японии, клиника, где исцеляют больных от даже таких тяжелых болезней. И тогда она почувствовала интуитивно, что именно этим путем ей нужно пойти. И она отправилась в Японию, в клинику Рейки. И поступив как пациентка в клинику Рейки, Хавая Токата выздоровела примерно за полгода. Ей потребовалось лечение. И тогда она поняла, что ей это очень интересно. Она хочет дальше развиваться в этой практике. Она хочет тоже помогать людям. И она обратилась к Чуджиро Хаяше и попросила его обучить ее первой ступени Рейки. И тогда Чуджиро Хаяша предложил ей, сказал, что я обучу тебя первой ступени Рейки, но тогда ты должна будешь отработать в клинике год как энергообмен за то, что я тебе дам первую ступень Рейки, за то, что ты получишь это обучение, инициацию. Она согласилась, несмотря на то, что на Гавайях ее ждали дети. Тогда она поняла, что для нее это путь, который является всем смыслом ее жизни. И она, конечно же, согласилась. И когда она получила первую ступень, у нее очень сильно развилась интуиция. И вот тоже интересный случай. Она рассказывала своей внучке, Филлис Фурумото, что когда она работала у Чуджиро Хаяши в клинике и ездила по выездным сеансам, она успевала вернуться к ужину. Что это значит? Дело в том, что в Японии тогда не было адресов. И для того, чтобы найти какой-то конкретно дом, нужно было либо очень хорошо знать, где он находится, может быть, бывать в гостях ранее, либо иметь очень хорошую интуицию, чтобы найти это место, этот дом. Так вот, Хавая Токата очень гордилась тем, что она могла интуитивно найти адрес, сделать сеанс и вернуться домой к ужину. То есть для нее это было действительно очень большое достижение. Она очень хвалилась тем, что благодаря даже первой ступени рейки у нее так сильно развилась интуиция. Ну и, конечно же, способность помогать людям. И пришло время возвращаться на Гавайи. Ее там ждали двое детей. И она обратилась ко всем мастерам рейки и к самому Чуджиро Хаяши. И она хотела получить вторую ступень рейки. Но Чуджиро Хаяши, как и другие мастера, они очень серьезно, очень бережно относились к практике рейки. И поскольку тогда рейки было только на территории Японии, они очень переживали на тему того, что Хавайи-Токата собирается поехать на Гавайи, ведь она родом с Гавайев, а это уже другая страна, это Америка. И они очень долго не хотели ей давать вторую ступень, очень долго сомневались, но также понимали, что Хавайи-Токата очень достойчива и очень привержена практике. То есть вот этот год ее работы в клинике показал, насколько ей это важно, насколько она серьезно настроена, насколько она всей душой вкладывается в практику. И тогда Чуджиро Хаяши дал ей вторую ступень рейки, она получила инициацию, и впервые рейки, практика была вывезена из Японии. Хавайи-Токата открыла первые клиники у себя на Гавайях, и очень дружила с Чуджиро Хаяши, он часто приезжал к ней для того, чтобы инициировать в энергию рейки других врачей, которые работали в ее клинике для того, чтобы помочь ей и так далее. То есть они очень плотно сотрудничали, Чуджиро Хаяши очень помогал ей. И однажды Хавайи-Токата спросила его о мастерской рейке, ведь она понимала, что для него это неблизкий путь каждый раз, путешествие из Японии на Гавайи, это довольно длительное мероприятие для него. И она хотела сама давать посвящение в рейке и спросила об этом Чуджиро Хаяши. И тогда, как истинный японец, Чуджиро Хаяши спросил ее, на что ты готова пойти, какая ценность для тебя этого. То есть японцы, у них очень честь, достоинство, для них очень важно, как тема принципов, очень важны те ценности, ради которых они живут. И Чуджиро Хаяши хотел понять, насколько ей важно стать мастером рейки, потому что он просто так не хотел давать иностранке. То есть несмотря на то, что Хавая была японского происхождения, но она была американка. И тогда Хавая Таката сказала ему, ты знаешь, у меня все, что есть сейчас в моей жизни и вообще моя жизнь, она есть благодаря тому, что у меня есть рейки. Поэтому я готова отдать все, что у меня есть, чтобы стать мастером рейки. Мне это действительно важно. И тогда она продала свой дом для того, чтобы отдать эти деньги Чуджиро Хаяши, чтобы он ее обучил в мастера рейки. Чуджиро Хаяши ей говорил, ты что делаешь, у тебя двое детей, как ты будешь жить? А она все равно, настолько это было важно, она готова была, хотела очень показать, насколько ей это важно, насколько она будет хорошим мастером, и что это не пустая трата времени для него. И она говорила, что я готова жить в лачуге, я справлюсь. Благодаря рейке у меня есть моя жизнь, поэтому дом это все появится потом когда-нибудь снова. Но я готова потерпеть, жить бог знает где. Но мне настолько нужна мастерская, что я готова взамен отдать свой дом. И с тех пор та сумма, за которую Хавайя продала свой дом, 10 тысяч долларов, является эквивалентом в практике за получение мастерской ступени. Ну и, конечно же, само обучение в мастера, оно намного более длительное, чем первая и вторая ступень. Это сравнимо с высшим образованием, скорее, да. Вот с тех пор именно 10 тысяч долларов является стоимостью обучения в мастера в традиционном рейке. И, как и все остальные ступени, да, эквивалент денежный, не меняется вот уже более 100 лет. Как по истории пошло, так до сих пор, до наших дней, эта традиция таким образом и дошла. Замечка. Замечка. Замечка.